Ох, откуда у вас такая фантазия? Аня, срочно туши, иначе вообще горелка одна останется. Давайте скорее вытаскивать наш поп-ит. Лайк, видосик, увлепи, комментарий напиши, и подписку жми-пи-пи. А в ответ не вид лови. Как-как-как. Станет нас три миллиона, три лимона, три лимона, жёлтеньких лимона, мяу-мяу-миллиона, мяу. Я тоже крутая. Нет я крутая, нет я крутая. Нет я, нет я, нет я Юмичу. Хватит уже девочки, а. И вообще Миша крутая. А правда вы смотрели новый ролик на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили? Где Миша забралась на вершину водопада, была в горах? Шла по горам несколько часов, капец так высоко. Эммм, похоже я что-то пропустила. Да, киса Алиса на Мэджик Фэмили выходят ролики из нашего путешествия. Мы же все вместе ездили, ты что забыла? Путешествие на машине на море на целый месяц. Ничего я не забыла, я вообще-то с вами была. Просто ролики ещё не посмотрела. Ты же тоже на море была? Да уж. Так, привет пупсики, я уже слышу как вы наши новые ролики на Мэджик Фэмили рекламируете. Чтобы ребята смотрели наше путешествие, лайкали, писали комменты и помогали нам. Да, Юмичу, с Ютубом проблемы и нам очень нужна помощь Мэджиков. А у нас сегодня челлендж. Что за челлендж? Поп-ит челлендж. Юми, зачем ты такие слова говоришь? Ой, они ничего не знают. Поп-ит, это такая крутая штука, короче, возьми. Кто в челлендже победит, выиграет симпл-димпл. А, вот эта вот штука, это поп-ит. Ага, прикольно. И в чём фишка? Сейчас мы тебе объясним. Позмякай все кнопочки наружу. Бывает ещё двухсторонний поп-ит, с обеих сторон можно щёлкать. А, так это для того, чтобы щёлкать, а у меня почему-то не щёлкают. Мы будем сегодня все уничтожать свои поп-иты. Уничтожать? Ну да, это челлендж такой. Кто сможет уничтожить, тот выиграет симпл-димпл. А симпл-димпл-то что такое? Сейчас мы всё покажем, а сначала подожимай всех на пульки. Понажимала. А теперь переверни. Так, перевернула, и что дальше? А вот теперь с Жанкой, и они будут щёлкать. Знаешь, какая-то плёнка упаковочная. Да, я обожаю плёнку. Ну-ка, сейчас попробую. Ух ты, вот это кайф. Да, теперь челлендж. Вот это да. Аня. Класс. Ань. Крутяк какой. Ань, челлендж. Прикольно. Ань, челлендж. Блин, ну это просто так прикольно. По-разному ещё можно щёлкать. Вот так, и вот так, и... О, как классно. А ещё вот так вот можно провести. Ань, челлендж. Ладно, ладно, всё, простите. Но вы пока объясняйте правила. Мы разрежем этот гигантский попыт по цветам. Каждый выберет себе цвет, и каждый будет свой попыт уничтожать. Ого, как же это классно. И тот, кто круче уничтожит попыт, тот выиграет симпл-димпл. Но самое главное, что мы должны сделать из попытка еду. Типа это попытка фе. И всё, и да, есть попытка. Но главное уничтожить попытка. У кого круче получится, тот победил. Ладно, я поняла. Вот ножницы, а вот это что такое? Это и есть симпл-димпл. Его кто-то из нас и выиграет. Ммм, прикольная штука. Тоже залипательная. Это тоже какой-то антистресс, да? На спиннер немножко похоже, но только не крутится. Они бывают и как спиннер. А ещё бывают двойные, и ещё больше пупылки. Прикольно, классный выигрыш. Такая залипательная штука. Я, пожалуй, с вами поучаствую в челлендже. Мой черт, цвет сиреневый, потому что мой любимый цвет сиреневый. Хорошо, киса Алиса начинает. И я отрезаю её часть попытка сиреневого цвета. У неё, кстати, она получается двойная, всего две полосочки. Не понимаю, что можно сделать с попытом, связанное с едой? А я вот понимаю, мы сейчас туда зальём, кое-что и сделаем из попытка лёд. Мы его заморозим. Думаешь, киса Алиса, это может его уничтожить? Ну, в морозилке вообще-то холодно. А заодно получится мороженое, поэтому молочка тоже налей. Хорошо. Ань, ну чё ты весь на кокрой рукожоп свинятишь? Я думаю, что я выиграю Симпл Димпл, потому что попыт замёрзнет. Думаешь, он замёрзнет, треснет и сломается? Думаю, да. Давай, закладывай его в морозилку заодно, мороженого пожрём. Вот и связано с едой. Чур, я следующий. Эй, ну так нечестно, ты девочкам должен уступать. Нет, я самый старший, я следующий. Ну, у Эйвена, как мы знаем, цвет голубой, поэтому, наверное, ты выберешь голубой. Давай, отрезай мне мою голубую полосочку поп-ит. И какая у тебя идея, Эйвен? Моя идея по-настоящему мужская, я же мужик. А, понятно, и что? Это будет поп-ит бутерброд. Бутерброд, а как же мы тогда его уничтожим? Ты сейчас пойдёшь, возьмёшь молоток, шуруповёрт и какие-нибудь деревянные полоски. Окей, Эйвен, всё, как ты и сказал, я выполняю твоё задание. Как ты хочешь его уничтожить? Положи поп-ит на вот эти деревянные полосочки, вот так, отлично, поровнее. А теперь возьми шуруповёрт и прокрути в пупырках дырки. Что-то мне подсказывает, что это не уничтожит поп-ит, если честно. Ну, да, как я и говорила, дырки на него не сильно повлияли. Значит, тебе нужно взять всё-таки шурупы, возьми шурупы. А молотком что надо делать? А молотком ударь хорошенько по нему. Полопай пупырки, они должны лопнуть. Эйвен, извини, но мне кажется, твоя идея не работает, и молоток никак не лопает эти пупырки. С ним вообще ничего не происходит. Видимо, Эйвен, Симпл Димпл достанется не тебе. И как это вообще с едой связано, то, что ты придумал? Мы будем делать бутерброд. Ладно, давай попробуй вкрутить шурупы в него, проверять пупырки, чтобы они не работали. Так, ну я вкрутила хорошенько, аж он прикрутился к доске, а что теперь делать? Смотрите, это какой-то поп-ит вентилятор получается. Ну, всё правильно, теперь шуруп выкрути, в нём будет дырка, и он не будет работать. Поняла тебя, Эйвен, делаю всё только как вы говорите. Шуруп выкрутила, сейчас его достану, в поп-ите действительно образовалась дырочка, сейчас посмотрим. Так, да, дырка большая достаточно, но всё равно всё работает, Эйвен, он щёлкает, ему всё равно. Какой-то неуничтожаемый поп-ит, ладно, сверни его, хорошенько сложи его как бы на несколько частей. А теперь так, попробуй присверлить его к доске, он должен хотя бы порваться. Ладно, ладно, не нервничай, Эйвен, я делаю всё, что ты говоришь, я же не виновата, что с ним ничего не происходит. Теперь оторви его от досочек, от шурупа. Так, отрываю. Ну что, что-то получилось? Ну, кусочек, да, оторвался действительно, а в остальном поп-ит жив-здоров. Ну, всё равно неплохо, да, ведь давайте пересделаем из него бутер. Чтобы сделать бутер, нам, наверное, понадобится хлеб, так скажем, да, потом мы кладём поп-ит, это типа, наверное, сарделька, я не знаю. Положим соус какой-нибудь и сверху накроем его вторым хлебушком. Вот такой вот яркий поп-ит бутерброд. Только хлеб-то отваливается. Да, надо ещё соусу на вторую часть тоже положить. Да, вы правы, ребят, надо соус и на вторую, на второй кусочек хлеба положить. Странный, конечно, бутерброд, ну, ладно, это же поп-ит бутерброд. Такой вот хот-дог, сэндвич поп-ит получился у нас. Ну, что ж, это был вариант Эйвена. А у Киса Алисы что? У Киса Алисы пока ещё не всё готово. Так, кто следующий? Я, Миша Лайк, мой любимый цвет салатовый. Я думаю, Мишанька, все подписчики знают, что твой любимый цвет салатовый. А кто-нибудь хочет попробовать пощёлкать? Я попробую. У меня что-то не получается. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, парочка получилась. Может, может, зубами попробовать? И зубами, зубами не работает. Кто-нибудь хочет ещё попробовать? С Афиши несколько щёлкнула. Юмичу, может, ты попробуешь? Да, зубами что-то не получается. Может, лапой надо чуть-чуть так надавить, а? Ладно, ребят, хватит, давайте продолжим челлендж. Отрежем сейчас Мишанькину салатовую часть. О, как классная и залипательная. Я просто не могу, просто капец. Как будто я на пианино, типа, играю, да? Ань, хватит, а? Ну, я же не виновата, что это так залипательно. Ладно, отрезаем Мишкину половинку попыта. Ну что, Мишка, смотри, какие у тебя идеи, какие мысли. Так как он салатовый, это будет салат. Надо порезать пупырки по одной. Салатовый, значит, салат. Логично, Миша. Не думаю, что если я порежу пупырки по одной, они перестанут работать. Это просто будут, наверное, мини-мини попыты, одиночные попыты. Но, как скажешь, это твое решение так его уничтожить. А давай проверим, работает он один или нет. Хм, да, он работает. Тогда дорезай весь мой салатовый пупыт. Я уже почти закончила, осталось совсем немножко. А теперь надо продолжить уничтожать его блендером. Но салат не нарезают блендером, по-моему. Но, ладно, я не буду протестовать. Я всего лишь ваши руки, я всего лишь выполняю ваше задание. Такой блендер, Миш, подойдет? Да, прекрасно, руби его. Ох, откуда у вас такая фантазия? Я не представляю, где вы пьезнуете такие идеи? Идеи уничтожения антистресса. Как вспомню наши предыдущие ролики о том, как вы уничтожали антистрессы, мне аж страшно становится. Ничего себе, вы звери. Мы и звери. Да, вообще-то мы собаки. Я лично не собака, я похемон. А я вообще кота-монстр. Ладно, болтунишки, идите смотрите, что получилось. В общем, я думаю, что если еще подольше поизмельчать, то он станет еще мельче и превратится, возможно, даже в какую-то пластмассовую кашицу. Но я подумала, что я не хочу сломать очередной блендер в ваших экспериментах. Так что к бутерброду добавляется салат. Неплохо. Так, сейчас отрежем желтый цвет, потому что желтый это цвет Юмичу, Покемона, его выбрать никто не может, да, Юми? Да, желтый мой цвет, потому что это цвет Покемона Пикачу. А тебе, Софиш, достается выбор, оранжевый или синий? Вообще-то у всех подходящие цвета, а мой цвет розовый. Я знаю, Софи, но розового почему-то в этом попыте нет. Ну, синий что? Ну, тоже неплохой выбор у тебя, зато три целых полосочки, а не две. А оранжевый я возьму себе, я же тоже участвую в вашем челлендже. Ну, мой любимый цвет розовый, у меня всегда все было розовое. Почему в этом попыте нет розового? Потому что он радужный, а в радуге нет розового, видимо, да, вроде. Ну что, Софи, что ты будешь делать со своим попытом? Какая-то будет еда, как ты будешь его уничтожать? Я лично думаю, что я свой оранжевый натру на терке, как морковку, потому что он похож на морковку. Да уж, Аня, погнали. А мне набери в кастрюльку воды. Так, в кастрюльку воды, то есть ты будешь его варить? Да, поставь ее кипятиться. Включаем плиту, ставим на самый большой огонь, если можно сказать про электрическую плиту, огонь. Это типа спагетти будут. Синий поп и спагетти, окей. Макарошки такие, давай, давай, Ань, запихивай, и когда вода закипит, мы будем его там варить и посмотрим, во что он превратится. Может он вообще превратится в кашу-малашу? Ну, если макароны долго варить, то они действительно превращаются в кашу-малашу. Но не знаю, превратится ли поп-ит в кашу-малашу, посмотрим, пусть закипает водичка. А я пока что попытаюсь натереть на терке свой поп-ит, но что-то вообще ничего не получается. Если честно, ребята, мне кажется, они какие-то неуничтожаемые совершенно. Ему вообще все равно на острую терку. Если морковку не получается натереть, ее можно нарезать. Причем, так как они практически неуничтожаемые, я буду резать его специальным японским ножом, самым острым, который способен разрезать что угодно вообще. Он очень острый. Просто один удар таким ножом, и он сразу разрежет этот пластик. Офигеть, реально, ребята, смотрите, как круто. Один удар, и он реально разрезает. Представляете, какой он острый, этот нож. Ну, получается, будет у нас нарезанная морковка, а не натертая. Ай, ну что там? Пока что варится. А на наш стол добавляется морковка. Ненастоящая ее нельзя съесть. Юмичу, конечно, она ненастоящая, это же поп-ит. Ты что, забыла? Что мы делаем с твоим желтым поп-итом? Сначала я хочу наполнить все дырочки пластилином. Голубенький подойдет? Отлично. Хорошо, а если мы говорим о еде, то что это получается у тебя такое? Это будет что-то фаршированное. Ну, типа ты кладешь какую-то начинку во что-то. Начинку во что-то? Я думаю, что это будет мясо. Мясо? А с чем мясо? Какую начинку кладут в мясо? Не знаю, может, ребята в комментариях напишут, какую начинку кладут в мясо. Ну, окей, хорошо. А что мы будем делать с этим мясом? Мясо надо жарить на гриле, на косты. Тем более, если это лето, надо делать сосыки. Хорошо, будем жарить на костре, как ты и сказала. С огнем надо очень аккуратно. Положу его в мангал. Как же его поджечь? Я, пожалуй, сначала подожгу бумажку, а потом бумажкой подожгу поп-ит. Точно, вот так я и сделаю. Ого, сколько огня! Ого, как он горит! Ого, класс! Ну и дымища! Надеюсь, камера у меня сейчас не загорится. Вот это огонь! Я понимаю, мясо сжарим! По-моему, так мясо можно сжечь. Да уж, вот это огонек. Шашлыки так никто не жарит, это точно. Аня, срочно туши, иначе вообще горелка одна останется. Фу! Да уж. Ну, посмотрим, что получилось. Вот так выглядит наш стейк. Или, можно сказать, ребра. Кто-нибудь когда-нибудь жарил ребра? Вот, пожалуйста, подгоревший поп-ит, который продолжает работать. Он даже не расплавился при такой гигантской температуре. Вот он, ваш шашлык. Воняет! Фу, воняет! Воняет! Где вы еще увидите жареный поп-ит? И правда такая вонючка! Эй-эй, по-моему, там кипит! Молодец, Софи, что сказала! Действительно, здесь уже все закипает, вода уже начинает испаряться. О, у меня аж камера запотела. Давайте скорее вытаскивать наш поп-ит, точнее поп-ит-спагетти, и посмотрим, что же получилось. Ни-че-го! Он чуть-чуть стал более мутный, что ли, цвет не такой яркий, и немножко затвердел, а не размягчился и не расплавился. С ним вообще ничего не происходит, и пупырки так и работают. Капец, я просто в шоке, его ничто не может уничтожить. Да уж, это действительно волшебство какое-то. Ну, вот такие спагетти у Софи получились. Давай проверим лед. Давайте посмотрим, что получилось у киса Алисы. Заморозилось ли ее мороженое? Смотри, чем пахнет. Молочком! Аня, что у тебя руки черные? Да потому что я Юмина мясо жарила. И не успела руки помыть, потому что у Софи там все сварилось. Теперь лед пришли твой проверять. О, какие классные ледышки получаются. И выпадают они из поп-ита так легко. Это реально удобная штучка для льда. И ледышечки аккуратные получаются, кругленькие. Если бы я их не перелила остальные, вот прям как конфетки. Реально маленькие мороженки. Только с поп-итом ничего не случилось. Да, не заморозился он. Ну что ж, вот и продолжение нашего поп-ит-ужина, смотрите. Ух ты, мороженки. Мороженки, правда? Прикольные такие вкусные. Да, тем более лето, жара, прям идеально, да, получается. Можно мини-мороженки из поп-ита поесть. Класс, они такие прикольные. Они как маленькие кусочки лего, такие пупырочки. Вы что, все мороженое мое сожрали? Ничего мне не оставите? Кисалис, не переживай, тут еще есть мороженого достаточно. Ну что ж, ребята, а решать, кому достанется Симпл Димпл, будут наши мэджики в комментариях. Они напишут, кто из вас справился с челленджем лучше всего, по их мнению. Да, а после того, как они напишут, пусть идут и смотрят наше новое видео из путешествия на Мэджик Фэмили. Да, ребята, иди-иди, смотрите. Ставьте там лайки, пишите комментарии. А мы новый челлендж придумаем. Увидимся по Питере.